всем привет свяжем и сегодня еще одну мышку свяжем и из плюшевой пряжи вот такую вот мышечку такая вот простенькая несложная мышка будет у нас для этого нам понадобится плюшевая пряжи свяжу я сегодня и белую с белой пряжи с плюшевой название пряжи я не говорю потому что у меня потерялась бумажка вот такой вот толщины от толщины зависеть будет просто размер мышки и все пряжи дальше у меня будут глазки на безопасном креплении размеры у меня глазок будет значит 12 миллиметров 12 миллиметров носик будет тоже у меня на безопасном креплении вот носик меня получается 15 миллиметров вот ножнички иголка для сшивания нам надо будет хвостик пришивать я беру такую пластиковую иголочку широким ухом для таких толстых пряж вот такую вот мышечку мы сегодня свяжем очень легкая начинаем вязать начнем вязать мы с уха а еще я не сказала как и крючком я буду вязать крючком я буду вязать номер 4 вот крючок номер четыре и так вяжем уши можно делать кольцо но мне с такой пряжи неудобно делать кольцо затягивать неудобно вылазить ниточки вот так некрасиво и неудобно поэтому я делаю 2 воздушные петельки из первую петельку провязываю значит для уха нам надо 5 столбиков без накида первую петелечку раз два три 4 5 затем второй ряд делаем 5 прибавок и получаем 10 столбиков третий ряд столбик и прибавка повторяем это пять раз итоге получаем 15 столбиков столбик прибавка сделали все на этом ушка у нас готова делаю я соединительный столбик и отрезаю отрезаю коротко мы будем связывать ушки когда вы вяжете вот этот вот хвостик связывайте по ходу вязания начальной чтобы потом него здесь а потому что неудобно ему потом прятать вот готова у меня два уха теперь вяжем тело и голову вяжется они одной деталью и так вязание у нас начнется с носика то есть с головы хвостик у опять делаем 2 воздушные петли в первую петелечку провязываем 6 столбиков без накида и 6 второй ряд вяжем столбик и прибавка повторяю это три раза столбик прибавка столбик и прибавка второй раз столбик и прибавка 3 дальше третий ряд вяжем 9 столбиков получившихся без изменений вяжем так по кругу 9 столбиков четвертый ряд 2 столбика и прибавка повторяем это три раза два столбика и прибавка 3 провязали 5 ряд вяжем 12 столбиков без изменений у нас четвертом ряду получилось 12 столбиков вяжем значит пятый ряд без изменений 6 ряд вяжем 3 столбика 6 прибавок подряд 1 2 3 столбика затем вяжем 6 прибавок подряд 1 2 3 столбик и провязываем оставшиеся три столбика без изменений так получилось у нас 18 столбиков теперь эти 18 столбиков вяжем без изменений 7 ряд провязали 18 столбиков 8 ряд вяжем 3 столбика и делаем комбинацию из столбика и прибавки 6 раз провязывая сначала три столбика 1 2 3 и столбик прибавка повторяем 6 раз раз прибавка 2 столбик прибавка 3 повторяем 6 раз и 2 столбика прибавка и оставшиеся три столбика и оставшиеся три столбика вяжем без изменений следующий ряд 9 также вяжем сначала три столбика без изменений провяжем и комбинацию из двух столбиков и прибавки повторяем 6 раз два столбика прибавка 1 2 столбика прибавка 2 6 раз и провязываем оставшиеся три столбика без изменения десятый ряд делаем прибавки последние также вяжем три столбика и комбинация из трех столбиков и прибавки повторим 6 раз раз два три столбика и прибавка повторяем 6 раз и оставшиеся три столбика вяжем без изменений 11 ряд у нас здесь получилось в этом ряду десятом тридцать шесть столбиков 11 ряд вяжем без изменений 36 столбиков и так на этом этапе нам надо вставить глазки значит глазки мы вставляем находим 6 ряд где у нас были 6 прибавок подряд вот первый глазик мы вставляем во вторую во вторую прибавку значит у нас раз два вот она вторая прибавка во вторую прибавку во вторую а второй глазик мы ставим шестую 2 3 4 5 6 шестую прибавку это для такой пряжи такое вот расположение вот и конечно же расположение глаз будет зависеть соответственно от размеров глаз и от самой пряжей от того как вы вяжете насколько плотно насколько свободно все от этого будет зависеть поэтому если вдруг вы видите что вам в глазах сидят либо далеко либо поближе вы просто немножечко сместите глаза либо можно вперед либо назад ну как бы расположить и так чтобы они не сильно близко и не сильно далеко сидели друг от друга между глазками у меня здесь две прибавки такое вот расстояние получается между глазками так что вот так дальше двенадцатый ряд двенадцатом ряду будем ввязывать ушки при таком расположении глаз у меня ушки будут раз очень смотрите смотря где бы вы не расположили ваши глазки ушки должны вас раз находиться вот непосредственно над глазами да если глазки у вас где-то здесь получили значит вы будете привязывать ушки здесь смотри прикладывайте уши и смотрите чтобы как вам чтобы вам понятнее было серединка уха должна примерно пересекаться с глазом вот так серединку глаза нашли и вывели вот так вот пальчиком петелечку и вот эта петелька будет у вас серединка на памяти маркером чтобы не потерять да и просто вяжите вот так вот можно даже не считать если вдруг у вас немножечко получились глазки по-другому вот а так как я сделал именно так у меня сейчас по схеме поэтому я дальше вяжу 12 столбиков раз-два провязала 12 столбиков и ухо мы будем брать 5 столбиков ушек ввязываться будут пятью столбиками поэтому я буду брать и вот одну одно ухо не спрятала ниточку значит я буду брать так чтобы вот это вот тоже вязать ту часть где вниз закончилась ухо значит берем ухо прикладываем так чтобы лицевой стороной она смотрела сюда не изнаночной а лицевой и так взяли за столбик на ушки и следующий столбик провязываем столбик без накида 1 2 3 4 и 5 5 5 столбиками мы вязали ушка дальше я провяжу 7 столбиков 7 вот для второго уха я иной раз смотрю все мне надо либо восемь тоже прикладываю второе ушко и смотрю можно даже вот так вот сложить пополам чтобы глазки глазком да вот так вот сложили пополам классно в глазиком и можно приложить второе ухо и примерно там начнется второе ушко вот мне надо связать еще один столбик вот значит я свяжу 8 столбиков и берусь за второе ухо также провязываем 5 столбиков ввязываем ухо пятью столбиками у 1 5 и провязываем оставшиеся столбики до конца вот такая вот мордочка получается я на этом этапе еще вставлю носит вот если вы у вас нету мастика вы можете его вышить для этого берете черную пряжу да и в кольцо провязывайте 6 столбиков без накида затем сделайте во втором ряду прибавки 6 прибавок и провяжите третий четвертый ряд без изменения 12 приборов и 12 столбиков оставите нить для пришивания и можете пришить кругленький носик если у вас нету такого носика здесь я в этом в этой мышки я носик ставила чуть-чуть вверх чтобы он более такой был как бы мальчик да а здесь я поставлю посерединочки посмотрю как будет выглядеть носики все он будет так стоять вот сейчас его вставлю и так все я и ставил зацепила дальше с 13 по 19 ряд вяжем без изменения 36 столбиков 20 лет 20 лет делаем убавки провязываем 4 столбика и убавка повторяем это 6 раз два три четыре я делаю убавки за обе петли так вот потому что толстая пряжа неудобно раз два три четыре обычно я делаю за передний попить петли до хватать очень неудобно поэтому я ввожу захватывание два столбика делаю убавку вот так делать следующее тоже захватил потом все три петелечки на крючке провязываем вместе 1 и 2 и провязали все сделали следующий ряд 21 вяжем 3 столбика и убавка после этого ряда набьем наполним игрушку наполнителем и будем дальше вязать 3 столбика и убавка до конца ряда наполнила игрушку продолжаем делать убавки теперь это 22 ряд у нас будет 2 столбика и убавка повторяем 6 раз до конца ряда два столбика и убавка 23 ряд столбик и убавка в этом ряду у нас осталось 18 столбиков 23 тут останется 12 столбик и убавка вяжем до конца и последняя убавка это 6 убавок подряд но перед этим дополняем игрушку вот и делаем 6 убавок подряд так последний ряд 24 сделала и 6 убавок подряд отрезаю ниточку вытягиваю и и иголочкой чтобы стянуть мне край я пропущу за полу петли так вот виду за полу петли за 6 полупетели и стену так вот все стянула завяжу и спрячу тела узелочек так и . кажется краешек все прячу ниточку бывает и такое спрячем все мышка наша готова осталось нам только связать хвостик и пришить вот такая вот простенькая легкая мышка вязание получается сейчас значит будем вязать хвостик для этого просто набираем 16 воздушных петель 16 17 там в зависимости от какой длины какую хотите вы длины хвостик набираем 16 воздушных петель набрали теперь один одну петельку пропускаем одну воздушную петлю и со следующий делаем соединительные столбики вот так 15 соединительных столбиков если вы набрали 16 делаем соединительные столбики до конца все провязали среди столбиками сделали еще один соединительный отрезаем такой небольшой хвостик этим хвостиком пришиваться тянули здесь я как бы делаю вот этой вот первым первой ниточкой начале которая была я ее привязываю чтобы она там нигде не распуталась потому ее стрячем тоже внутрь вот все берем иголочку и пришьем где у нас тут серединка вот к серединке и пришиваем чтобы у нас было по серединке таким образом рисую часть я поворачиваю наверх вот так вот где-то три стяжки будет достаточно чтобы держался хвостик вот такая вот мышка получилось я спрятала ниточки хвостик немножечко благодаря вот таким вот соединительным столбиком как бы немножечко он так закручивается вот такие вот мышки получается очень быстро и легко поэтому вяжите с удовольствием спасибо за просмотр